Лучший сепараторщик Алроса работает в Мирницком комбинате. Это определение на конкурсе профессионального мастерства. Его провели на фабрике номер 14 в Айхале. Презентовать на призовое место там собрались 17 человек. Проверяли конкурсанток на знания теории и практики, сложно ли управляться с оборудованием, на котором извлекают алмазы, и кто в этом деле лучше, расскажем сегодня. Ирина Лемтюгина, сепараторщик Мирницкого комбината, выполняет конкурсное задание, запускает в работу сепаратор. Волнуется, проверяет каждое свое действие. За работой участницы конкурса профессионального мастерства следит жюри. Пока Ирина не знает, что лучше всех справится с конкурсными заданиями и займет первое место. Сепараторщиком работает 8 лет, трудится на фабрике номер 3. В 2016-м на таком же конкурсе Ирина тоже была в тройке лучших, заняла второе место. Оборудование практически идентичное, и было легко достаточно, потому что оно было как дома. Вместе с Ириной еще 16 сепараторщиков проверили свои силы в теории и практике. Участники прошли теоретический тест из 21 вопроса. Практическому заданию были допущены все. Конкурсантки по очереди запускали в работу сепарата на участке обогащения. Во время подготовки мы обязательно повторяем то, что забыли. Может быть, возможно, узнаем что-то новое, потому что мы не должны устранять какие-то неполадки, должны устранять наладчик, но мы должны знать максимум информации об этом. Участниками конкурса профессионального мастерства стали только женщины. Это работники Айхальского, Удачнинского, Мирненского и Нюрбинского комбинатов. Нужно эти конкурсы проводить. Это, во-первых, обмен опытом с другими обогатительными фабриками. Это, во-первых, участие. И оно сближает как-то всех нас, нашу профессию. Готовили конкурсантки сепараторы к запуску в цехе. Оборудование знакомо всем участникам. Отечественные сепараторы «Буревестник» эксплуатируются на фабриках «Алроса». Конкурсантки настраивали технологические параметры сепаратора, проверяли механическое извлечение при помощи индикаторов. Запускали оборудование со стоек. Этот этап для многих стал испытанием. Больше всего он перебороть именно волнение. Как правильно, чтобы ничего не забыть, ничего не упустить. Именно сработать так, как именно готовились. Члены жюри – это не только представители профсоюза «Профалмаз», Центра подготовки кадров и управления компанией, но и главные обогатители комбинатов внимательно наблюдали за работой участников. Обращали внимание на каждую мелочь, задавали вопросы. Каждой конкурсантке практическое задание необходимо было выполнить за 20 минут. Что касается конкурсантов, присутствует, конечно, и волнение, но все конкурсанты подготовлены на достаточно хорошем уровне. И победить сильнейшие. Это реально действительно позволяет всем работникам, фабрики в том числе, посмотреть и увидеть, чем лучше человек, или вернее, какими качествами он обладает и каким опытом он обладает, чтобы достигать вершин своей профессии. Многие делятся своим искусством, и молодежь, все это видя, то же самое набирается опыта и, соответственно, достигает тоже в будущем каких-то вершин. В конкурсе приняли участие сильнейшие работники. Некоторые из них уже не первый раз представляют свое подразделение на престижном корпоративном конкурсе. Участниками соревнования были как опытные работники со стажем более полутора десятков лет, так и молодые специалисты. С обогатительных фабрик, которые у нас в поселке Наакэн, фабрика Тригород Мирный, Драги, Прииски, Релях, ну и, конечно же, непосредственно фабрика 12 удачного и ваши айхальские две фабрики 8 и 14. В числе критериев оценки конкурсантов – соблюдение требований охраны труда, правильная настройка сепаратора и реагирование на внештатные ситуации. Сложный конкурсный день определил победителя и призеров. Второе место заняла Любовь Павлова – сепараторщик айхальского комбината. Сегодня работает на фабрике номер 14 в профессии 20 лет. Очень неожиданно, ну, конечно, очень хотелось победить и очень приятно. Третье место в этом году у Лилии Даниловой. Она представляла Мирненский ГОК. Работает на фабрике номер 3 в профессии 10 лет. Трудилась также и на фабрике номер 15. В профессию пришла случайно. На пару с одноклассницей в свое время поступили на учебу. На конкурс, признается Лилия, ехали только ради участия. Однако удача улыбнулась. Вообще замечательно. Не ожидала, что так встретят, что так будут поддерживать нас. Становится лучшим сепараторщиком акционерной компании «Алроса» 2018 года Лемтюгина Ирина Александровна. Что станет лучшим сепараторщиком «Алроса» и выиграет главный приз 100 тысяч рублей Ирина Лемтюгина не ожидала. Участие в конкурсе во второй раз все-таки принесло победу. Сердце выскакивает. Я ехала просто за ценным призом. Всем 17 участникам были вручены сертификаты и цветы. Отдельно жюри отметили двух сепараторщиков – Надежду Гиргесову из Айхала и Варвару Романову из Мирного. Первая показала лучшие результаты в практической части, а ее коллега – в теоретической. Партия «Единая Россия» памятным подарком отметила самую юную представительницу конкурса – Екатерину Суворову из Удачного. Ваш труд очень важен в производственном процессе всего цикла от момента поиска полезного ископаемого и до момента его уже от реализации. Конкурс сепараторщиков стал юбилейным, 30-м по счету. Подобные соревнования организаторы конкурса «Профсоюз «Профалмаз» и Центр подготовки кадров компании «Алроса» проводят с 2015 года. В 2018-м уже состоялось шесть конкурсов. До конца года определят лучших по профессиям слесарь по ремонту автомобилей, электромонтер и машинист горно-выемочной машины.